Это видео для огородников-новичков. Сомневаюсь, что опытные огородники узнают для себя что-то новое, но может вспомнить свой первый опыт. Как выбрать сорт томатов для себя? Такие вопросы очень частые. Основной ошибкой начинающих огородников является то, что помидоры они выбирают по картинке. Видят красивую картинку, воображение начинает работать и уже представляется, что вся эта красота растет в твоей теплице. Во многом этому способствуют и блогеры, и начинающему огороднику кажется, что главное приобрести точно такой же сорт, и тогда будет точно такой же урожай. Все дело в сорте. И сажая томаты первый раз, начинающий огородник набирают кучу сортов с красивыми картинками, при этом не имея ни малейшего представления об уходе за помидорами. Сеют на рассаду 20 или даже 50 сортов. После пикировки забывают подписать сорта. Вся рассада перепутывается. В грунт высаживают все подряд. В видео о рассаде. Правильная пикировка с обрезкой корня или без. Посмотрите по ссылке наверху до того, как соберетесь пикировать. Если вся рассада перепутана, то уже непонятно, как чего формировать. Это если вообще новичок в курсе, что помидорам нужна формировка. Часто бывает, что огородник узнает о формировании томатов уже после того, как видит вот такую картину. А тут формировать уже поздно. Формировка должна начинаться гораздо раньше. В данном случае еще повезло, что на одно растение томата выделен 1 квадратный метр площади. А если бы на грядку шириной метр томаты были бы посажены в 2 ряда и через 50 сантиметров, вы представляете, какие бы заросли были? Заключительным аккордом будет начавшийся фитофтороз, о существовании которого, может, и слышали, но не придавали этому никакого значения. Для новичков фитофтороз всегда начинается неожиданно, так как новичок не видит первые признаки фитофтороза на листьях. Плоды чернеют моментально, и в лучшем случае удастся попробовать пару помидорок, в худшем и это не получится. Как новичку выбрать сорта томата? Во-первых, нужно определиться с целью, что вы хотите. Собрать урожай, которого хватит на еду и на консервы, или вы хотите удивить соседей многообразием сортов. Сорта томатов, которыми можно удивить, конечно, существуют, но сажать их, не имея представления о том, что делать в дальнейшем, категорически не рекомендую. А между тем, сорт нужно подбирать под свои условия. И дело не только в климате, очень много зависит от того, проживаете ли вы на даче постоянно, или являетесь огородником выходного дня. Точно так же важно, где вы собираетесь сажать томаты, живя в средней полосе или в северном регионе, на улице или в теплице. Для начала выбрать 3-5 сортов. Понять, на что обращать внимание во время роста, и только потом пробовать новое, проверять, подходит ли сорт именно для ваших условий. Мало кто перевернет пакетик с семенами и прочитает описание. А если и прочитает, то, например, слова детерминатные и индетерминатные во многих случаях огороднику ничего не скажут. В лучшем случае огородник прочитает, что индетерминатные – это высокорослые, а детерминатные – это низкорослые. То есть можно подумать, что разница только в этом, но это не так. Детерминатные помидоры в основном дают кисть после седьмого листа. Индетерминатные помидоры дают кисть после девятого листа. Крупноплодные индетерминатные томаты дают кисть после одиннадцатого, а иногда и после двенадцатого листа. Что это означает? Я думаю, любому понятно, что на то, чтобы вырос лист, а в данном случае, чтобы выросло пять дополнительных листьев, нужно время. Соответственно, при посадке крупноплодного сорта созревание урожая начнется гораздо позже, если сравнивать с детерминатным сортом. И в этом ничего удивительного. Но не только в этом разница. Детерминатные помидоры очень часто дают каждую следующую кисть через лист, а индетерминатные – через три листа. Значит, срок созревания отодвигается еще дальше. Причем для томата пенек от листа не считается листом. Если лист был когда-то, то это ничего не значит. Важно наличие листа. Листья – это не ботва, которая мешает расти плодам. Листья нужны для фотосинтеза. Обрезав листья, вы не получите большего урожая. Помидор будет восстанавливать листовой аппарат только для того, чтобы могли расти плоды. Когда можно обрезать листья помидоров и зачем? Можно узнать, посмотрев видео по ссылке наверху. Для того, чтобы получить урожай раньше, сеют на рассаду в январе. То, что для выращивания рассады нужны условия и хорошие условия, в первую очередь цвет и объем горшка, не учитывается совсем. На этих кадрах мы видим влияние объема рассадного горшка на рост рассады. Все эти помидоры – ровесники. Все эти помидоры росли при одинаковом освещении и при одинаковой температуре. Единственное, что отличается – размер емкости, в которой они растут. Чисто внешне многим может показаться, что одни томаты посадили раньше, а другие – на месяц позже. Видео «Когда сажать помидоры на рассаду для раннего урожая» можно посмотреть по ссылке наверху. Если вы живете в климате Подмосковья или в более северном регионе, у вас нет хороших условий для выращивания рассады, а вы уже посеяли помидоры или хотите это сделать в ближайшее время, то пока они растут, уже сейчас можно поинтересоваться вопросом, как спасаем вытянувшуюся рассаду. Такие вопросы тоже поступают ежегодно, и их очень много. Видео можно посмотреть по ссылке наверху. Индотерминантные помидоры имеют неограниченный рост, то есть если не будет зимы, то помидор продолжит расти и плодоносить. Будет многолетний помидор. Детерминантные сорта вершкуются, то есть прекращают свой рост в среднем после четвертой кисти. Вот мы видим завершковавшийся томат. Есть кисть, а стебля дальше нет. Стебель дальше не растет. И даже завершковавшийся томат может продолжать расти в высоту, если рост перейдет на пасынок. Как формировать томаты, нужно стараться понять сейчас, а не хвататься за голову в июне с вопросом, что делать. Научиться отличать пасынки томата, которые удаляются. Самая большая проблема возникает у новичков, когда они хотят ввести томаты в один стебель, и вдруг видят развилку, которая состоит из главного – пасынка и стебля. Новичку непонятно, что удалять, ведь на первый взгляд они равнозначны. Но только на первый взгляд. Отличить стебель от главного пасынка можно по наличию цветочной кисти. Кисть всегда будет на центральном стебле. Те, кто выращивает томаты на продажу, формируют в один стебель. Удалять пасынки в этом случае нужно чуть ли не каждый день, особенно в начале роста, пока томат не дал четвертую-пятую кисть. Дачники же могут позволить себе вести индетерминатный томат в два стебля. В южных регионах это может быть три и даже четыре стебля. Детерминатные томаты можно пробовать не формировать. Сколько томат даст пасынка, в которой вы оставите, зависит от сорта и от ухода, от условий, в которых растет помидор. Можно попробовать делать частичную формировку, удалять только нижние пасынки, а потом дать растению волю. Во сколько стеблей вы будете вести томат, нужно знать еще перед высадкой рассады в грунт. Ведь от этого зависит расстояние, через которое вы посадите томаты. Потом что-то менять будет поздно. Расстояние при посадке зависит от многих факторов, которые учитывать многим начинающим даже не приходят в голову. Очень подробное видео, на каком расстоянии сажать томаты и как формировать индотерминатные сорта, можно посмотреть тут. Посадка помидоров под вавлунку. Когда сеять помидоры для раннего урожая? Вредные советы по выращиванию томатов. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт Вогороде.Про.